В Хакайсе бывшая опекунша пытается отобрать ребёнка у матери. Жительница Саиногорска Анастасия Майнагашева со своей 8-летней дочерью уже третью неделю вздрагивают при каждом стуке в дверь. Я находилась в больнице 8 лет и когда выписалась, мне не хотели отдавать ребёнка. Вероника впервые увидела свою маму в конце октября этого года. До этого она жила в семье родной тёти-начальницы почтового отделения в деревне Куйбышево-Бейского района. У бывшей опекуншей Елены Кожевниковой нашлось немало аргументов против возврата девочки в руки родной матери. Эта женщина, мать-ребёнка, она убила моего брата, потом отлежала в психиатрической больнице. Ну, то есть она больна шизофренией и то, что она до сих пор находится на принудительном лечении, только в амбулаторных условиях. Тем не менее, Бейская опека не стала препятствовать воссоединению семьи. Всё законно. Женщина выписана, опасности для общества не представляет. А самое главное, не лишена родительских прав и не имеет никаких ограничений на общение с дочерью. Все остальные хотелки третьих лиц только через суд. Но не тут-то было. В дело неожиданно вмешался глава Бейского района Иннокентий Стрибков. Чиновник издал самоличное распоряжение. Бумага указ поставила местную опеку перед непростым выбором. Там было прописано о том, чтобы мы забрали родную дочь у мамы и передали её, эту девочку, бывшему опекуну. Так как управление образования не согласилось исполнять это постановление, то было сказано, или уволитесь самостоятельно, или я вас уволю по статье. Что, собственно говоря, и было сделано. Теперь уже бывшая начальница Бейского управления образования говорит, глава Стрибков по сути толкал её на должностное преступление, заставляя исполнить его личный приказ. Я его не согласовывала, это постановление. Наша опека его не готовила, это постановление. Откуда это постановление появилось у главы, я сказать не могу. Но оно не зарегистрировано у нас в службе опеки. Если посмотреть со стороны, то в отдельно взятом районе республики получается едва ли не крепостное право. Разъяснить ситуацию мог бы и сам Иннокентий Стрибков. Но разговор получился только в телефонном режиме. У вас постановление о передаче ребёнка только за вашей подписью. Это передаётся по решению суда, а у вас получается, что вы как помещик, который распоряжаетесь душами в Бейском районе. Какой помещик? Вы о чём говорите, мужчина? Вы другие постановления почитайте внимательно, которыми передаются дети в опеку. Точно таким же образом я их подписываю, потому что это полномочия у меня такие, а не потому что я помещик. Что собираете-то тоже? Тогда ещё раз перечитаем постановление. Четыре пункта. Отобрать восьмилетнюю девочку у мамы. Передать бывший опекун же и там же определить её место жительства. Деревня Куйбышево Бейского района. Одинокая подпись Стрибкова под документом может означать только одно. Бывшего опекуна знаю лично, верю каждому её слову. Ну я вот считаю, что несправедливо. У меня ребёнка забрали, я её растила с малого возраста. Не могу просто. Я её считала. Мы её растили как свою девочку. Она находится там в опасности, потому что неизвестно там, какое сегодня состояние матери, какое завтра оно будет. Возможно, женщине удалось убедить главу района встать на её сторону. И он, забыв про закон, решил судьбу ребёнка в частном порядке с помощью своих полномочий. Посмотрите, у неё страшный диагноз. Она какие психотропные ужасные вещества тяжёлые принимает для того, чтобы бороться со своим диагнозом уже сегодня. Вы на чём меня выводите, я не пойму. Давайте заканчивать разговор. Вам плевать на ребёнка. Нет, подождите, а вы врач? До свидания. Откуда у главы района есть доступ к сведениям, составляющим врачебную тайну, можно только догадываться. А что касается семьи Майнагашевых, то Вероника в обществе матери выглядит счастливой. Они вместе обживают комнату в коммуналке. Для девочки, никогда не бывавшей в городе, здесь всё в диковинку, всё интересно. Ребёнок ходит в школу, всё нормально. Я её провожаю в школу, встречаю, делаю уроки. Мне нравится. Интересно, второй съемки. Зато со второй сменой, да. Можно поспать? Так. В Бийском управлении образования сейчас не до фуршета в честь нового начальника. Там всё замерло в ожидании реакции с прокуратуры, где должны дать правовую оценку, а может ли глава района единолично решать судьбы детей. А также проверить законность увольнения чиновницей, которая отказалась исполнять сомнительное распоряжение районного начальника. Вам слово, Иннокентий Дмитрий.